Антикоррупционный штаб выстрелил? Да. А, ну окей. Замена названия. Добрый день. Меня зовут Виталий. Вы меняли концепцию проекта. Сегодня у нас проект E-Pleasure. Сначала у меня пару вопросов с участниками. Кто из вас посещает бесплатные мероприятия? Можно поднимите руки? Мы всех участвуем. Ну да, да, да. Окей. Следующий вопрос. Кто из вас посещает все бесплатные мероприятия, на которые вы регистрируетесь? То есть у 10... Ты! Нет, я нет. Нет. Окей. Ну, в общем, мой следующий слайд. Поскольку никто не поднял руку, собственно, это и есть своя проблема. Чтобы делегистрироваться на бесплатные мероприятия, потом не приходят, как бы организаторы... Организаторы потом будут подвержены рискам, поскольку они рассчитывают на определенное число людей. Люди либо приходят мильцы, либо хоть больше. В любом случае организаторы откроют. Собственно, вот эту проблему мы пытались решить. Следующий слайд. Собственно, как мы предлагаем ее решить? Мы предлагаем для этого использовать финансовый инструмент в залогах. Как это будет работать? То есть участник зарегистрируется на нашем сервисе. При регистрации он получает некоторый стартовый капитал начальный. И этот капитал он может тратить на покупку билетов, допустим говоря, на мероприятия. Если он приходит вовремя делать все правильно, то он получает деньги, для него все остается бесплатным. Для тех же, кто кидает организатор таким образом, ивент уже становится платным. Я считаю, это генеральное решение. Вот, да, вы видите, каждый участник в новом сервисе получает удобство. Дальше, если можно. Целевая аудитория, я считаю, что наш сервис будет выгонен и как и организаторам, так и участникам, поскольку участники получают как бы пригодное, нормально организованное имяоприятие. Следующий слайд. Собственно, как бы, в чем монетизация, поскольку сервис как минимум предполагает прямую монетизацию, то есть мы собираем деньги с участников, как бы залог из тех, кто не приходит, мы их наказываем денежно. По-моему, я считаю, это очень приведено. Вот. Как же мы можем брать абонентский платформ с организатором, за то, что мы приводим качественных следов, по сути, и, возможно, еще рекламная программная модель. То есть все преимущества будут для пользователей, то есть для организаторов. Это экономия времени на организацию, то есть на поиск участников. Гарантируем наявку участников, получение дополнительной статистики по тем, кто пришел, как бы, то есть человек пришел, как бы, можно знать время, когда он пришел, куда он ушел и так далее. Да. Также добросовестные участники могут еще и зарабатывать на этом сервисе. Следующий, пожалуйста. Вот конкурент. Мои конкурента отсутствуют, но фактически, как бы, многие организаторы, как бы, делают то же самое, только вручную, как бы, тратят на это кучу времени. Следующий слайд. У нас отличная команда. Это я. Есть, как сказать, советник по финансам в Анмуре сидит там. Есть у нас даже дизайнер. Гениальный дизайн – это его работа. Анатолий. Он там. И у нас даже есть пиар-менеджер. Вот она сидит вот там. Да. Собственно, да. Спасибо. Ваши вопросы. А где финтех? Финтех. Мы используем залог. Мы будем брать биткоинами. Возможно. Ага. Еще. ООС задал вопрос. Да. А какой пакет вы предлагаете журналистам? Журналистам? Честно говоря, не думали. Но учит вопрос, подумаем. Какая сумма за ООС? Ну, в принципе, я думаю, это будут решать организаторы, как бы. Но я думаю, так, чтобы это, как бы, было… Ну, зависит от аудитории, как бы. То есть, это программисты. Думаю, надо минимум брать 20 баксов. Если это клуб для контейнера, то можно там 50 центов. Ну, думаю, это будет вальгироваться. То есть, тут счет как бы фиксировано не будет. Думаю. Прежде всего, это решает акцент, так же. Понимая примерно свой вариант. А есть листы, что ни один человек не зарегистрируется? Ни один человек не зарегистрируется. Ну, туда нет. Мы с тобой не управляем. А можно вопрос? Есть вот такие туэйвент, еще какие-то подобные, не подобные, сервисы, которые продают билеты? Да. Там просто решен. Там купил билет человек, не перешел, его управляют. Ну, правильно. То есть, там это решается платностями мероприятий. То есть, вы лоялись получать бесплатные? Ну, да. Ну, то есть, как бы, пользовать и получать бесплатные мероприятия, но при этом, как бы, качественно организованно, за счет того, что, как бы, отсеиваются те, или, ну, как бы, недобросовестные участники. Может просто перестать проводить бесплатные мероприятия? Ну, это к вам вопрос. Пусть выводим. А вы не думаете, что ваш сервис может очень быстро закончиться, когда человек придет на мероприятие, а с него с ним деньги? С него? В смысле? Не вернусь? А проверить никак нельзя. Что именно проверить? В смысле, вернули ли ему деньги? Не, это как раз проверить можно. Просто человек был на мероприятии, ну, не отметили, грубо говоря. Деньги сняли. Ну, если сам он не пробежь покоится, значит, он не пришел, просто это его продвинуться. Ну, я может не понять. Не, не, просто, ну, как бы, здесь ответственность не перенесет кто? Финансово, в числе. Ну, мы, так бы, пока этот момент не успели, прошло работать. Ну, это, наверное, будет с вами наносить. В церковной радио, уведение вашего. Да, ну, надо из нагрузки, что мы не двигаемся. Ну, тут надо, это помощь, как сказать, инсайтеров, которые могут быть в институте. Там залоговая сумма, сумку по месту, госбюджет составляет. Ну, это ответственность, Все? Все? Спасибо. Спасибо. Улыбили за распаковку. Спасибо. Следующая команда у нас называется Best.